Здравствуйте! Вы на канале Айспик. Альтернативная история Северного Причерноморья и Кавказа. И с вами я, Олег Павлюченко. Этим фильмом мы начинаем серию наших исследований, посвященных нереальности многих исторических, политических, технических событий и процессов, описываемых нам, официальными историками. И начнем мы с рассмотрения нереальности такого процесса, как речное парусное судоходство. Все наши процессы, которые мы описываем, в смысле технические, фактически касаются времени до 19 века, то есть до времени появления паровых двигателей и момента, когда человек перестал использовать силу ветра и силу воды. Но это опять все по данным официальной исторической науки. Итак, мы рассматриваем невозможность речного судоходства без применения хотя бы парового двигателя. Официальные историки в один голос утверждают, что до 19 века, то есть до появления железных дорог, основными транспортными артериями на континентах, за исключением, конечно, морских транспортных артерий, были реки. И это была основная транспортная сеть. Но я вам сейчас расскажу, что историки либо нам врут, либо сами глубоко заблуждаются. В общем, до появления парового двигателя никакое парусное речное судоходство, а также никакие бурлаки, тянущие баржи от Астрахани до Нижнего Новгорода, реально существовать не могли. И существовали они только на картинах русских художников. Типа бурлаки на Волге. Конечно, мне многие не поверят, начнут мне приводить всякие различные примеры речных парусных кораблей, либо судов, но я с вами не соглашусь. Исключением всего этого составляют только запорожские чайки и наш современный шестивесельный ял. И это парусно-гребные суда с небольшим водоизмещением. Да, запорожские чайки могли реально существовать. И на них казаки могли, гребя веслами, перевозить свои ружья, немного сала и чуть-чуть воды. А потом, ночами, вытаскивая эти чайки на сушу и переворачивая, они под ними ночевали. Опять многие скажут, что я чего-то на***лся и опять несу какую-то хрень. Но, как я много раз уже говорил, тем, кто мне пишет, что я курю, отвечаю, кент-восьмерку. Если можете, высылайте блоками. И также хочу сказать самое главное. Этот вопрос о речном судоходстве я начал себе задавать еще давно. В начале 90-х годов, когда я был курсантом высшего морского училища. И гребя веслами шестивесельного яла по реке Неве, я неоднократно себе задавал вопрос. Сколько же можно грести, чтобы подняться вверх по течению такой тихоходной реки, как Нева. У которой скорость движения около 3-5 км в час. И вспоминал военную историю, где на парах по военной истории бодрый капитан первого ранга рассказывал о том, как древние греки гребли по 8-12 часов, не переставая веслами. Ну, он, наверное, наслушался Клары Цеткин и Розы Люксембург про 8-часовой рабочий день. Кто-нибудь из вас пробовал грести веслами 8 часов, не переставая? А представьте, как это грести против течения. Устали, бросили весла, снесло обратно. Ну, не обратно, но назад откатило. Не рационально. А человек всегда склонен к рационализму. Да, можно в перерывах подплывать к берегу, отдыхать 10 минут, потом опять сталкивать эту бедную лодку весельную смели, которую ее прибило наверняка, и грести дальше еще 40 минут. Но представьте этот процесс. Даже на запорожской чайке, когда вашим грузом является ваше ружье и термосок с салом. А если вы что-то ограбили на турецком берегу и везете с собой еще золото, как вы будете везти это все на таком утлом суденушке? А еще представьте через море. И еще один немаловажный вопрос. Также меня всегда интересовало, как викинги с прямым парусом и на веслах пересекали какие-то моря. Ну, это вообще история из ряда фантастики. После моего исследования вы это начнете понимать. А теперь перейдем к самому исследованию на компьютерный экран, где лучше все это нарисовать. Итак, парусные суда. Я выбрал эту небольшую картинку. И посмотрите. Вот брик, шхуна двухмачтовая, тендра, шхуна брик, шхуна четырехмачтовая, шхуна двухмачтовая. И это все морские суда. Я специально выбрал маленькие суда небольшого водоизмещения. И среди них нет речных парусных судов. Ну, а это гораздо, конечно, больше суда. Здесь фрегаты, Клиперы, Барки. Вот небольшая часть опять морских судов. Так что же такое парусное судно? Парусное судно, это то судно, которое движется под действием ветра. То есть парус это ткань или пластина, прикрепленная к средству передвижения и преобразующая энергию ветра в энергию поступательного движения. Это общая характеристика всего парусного. Потому что кроме судов парусными бывают еще и наземные объекты. Типа парусной яхты на коньках, буера или колесного буера. То есть, что такое парус, еще раз простыми словами, это та штука, которая под давлением ветра преобразует силу ветра в движении судна. Я думаю, всем понятно. Дальше. Я не буду рассказывать о сильных премудростях навигации, но постараюсь объяснить. Это простым языком, понятным для людей. Вот у нас судно викингов парусное. Здесь прямой парус. Это как бы древность. И прямой парус мы даже рассматривать не будем, потому что у него очень большие углы к ветру. Что это такое, расскажу дальше. То есть, вот это вот вообще полный примитив. Это фактически весельное судно, которое силу ветра используют минимально. Революция в парусе и во всем парусном появилась, когда появились вот такие вот косые паруса. Косой парус позволил, в отличие от ранее использовавшегося прямого, а появился он в первую очередь на галерах и каравеллах. То есть, этот парус позволил ходить круче к ветру. И еще раз, парус, ставящийся, косой парус, это парус, ставящийся в диаметральной плоскости вдоль судна, в отличие от прямых парусов, позволяющий судну идти к ветру под углом 20 градусов. И еще немного о ветре, чтобы всем было понятно. Есть очень много разновидностей парусов на кораблях, но опять, незнакомым с навигацией людям это смысла нет. Рассказывать и не в этом наша цель. То есть, есть гафельный косой парус в виде трапеции, есть кливер, есть стаксель, есть спинайкер, есть толбой. Но это опять лучше мы рассказывать не будем, просто я это объясняю, чтобы не сказали, что я не соображаю в парусном вооружении очередные тролли, которые будут меня комментировать. Разберемся с курсами. Что такое курс относительно ветра, то есть курс к ветру. Это угол между направлением ветра и диаметральной плоскостью судна. То есть курсовой угол на точку горизонта, откуда дует ветер. Выражается в градусах или румбах. Но что такое градусы все знают, это окружность поделена на 360 градусов. А румбы это меньшие обозначения, когда ты не знаешь точно по градусам курс ветра, то допустим расстояние от севера до запада делится на так называемые 4 румба. Это промежуточные значения между допустим кто-то видел компасы, где написано север-запад и между ними сезе, северо-запад. Так вот то еще поделено на большую часть этих окружностей. И просто говорится румб такой-то значит оттуда ветер дует. Также иногда и курс выдерживали. И кстати в первой навигации в первичной вообще средние века курс держали именно по румбам с точностью фактически там до 12 градусов один румб. Но опять это нам особо не нужно. Нам нужно всего лишь для понимания нашей темы небольшой вывод из всего того, что я вам говорю. В зависимости от того с какого борта дует ветер различают курсы правого и левого галса. Эти курсы имеют собственные наименования. Вот эти собственные наименования. Вот Living Kick это мертвая зона. Мы ее сейчас рассмотрим конечно же серьезней. вот Ford Wind это фактически если ветер дует к вам сзади. То есть вы используете всю силу ветра и он вам попутный. Есть Gold Find это угол в районе 90 градусов. Если вот это продольная ось судна по направлению сюда опять мертвая зона когда нам ветер прямо по судну мы так ходить не можем. Сейчас я это объясню. Gold Find если сбоку Buck if вот с этих направлений практически тоже в спину до 90 градусов и Bait Wind это когда ветер нам больше в лоб но меньше чем 90 градусов то есть ветер нам полувстречный но не входит в мертвую зону вот еще раз наше судно с парусами если ветер дует отсюда мы идти вообще не можем если ветер дует отсюда со скоростью определенной то есть мы практически разгоняемся до скорости этого ветра если ветер там 10 километров в час мы идем практически за минусом сопротивления судно воде идем со скоростью допустим 8 километров в час это опять километрах переведем в узлы 10 узлов и 8 узлов для критиков кто будет говорить что скорости на воде в узлах измеряются вот бакшлаги они тоже фактически дуют спину вот голфинг это сбоку а вот бейдвинг не можем мы идти при вот таком вот ветре а при таких вот мы идти можем ну конечно же теряем скорость если при таком ветре у нас будет максимальная скорость то при таком ветре если разложить векторы сопротивления то скорость будет вот такая вот гораздо меньше если ветер у нас 10 узлов по бейдвинду сзади то мы будем идти примерно со скоростью 8 узлов ну а если отбросить сопротивление пусть 10 узлов то вот здесь вот если будет у нас под бейдвинду ветер встречный мы развернем паруса и наша скорость примерно будет там 2 узла но мы будем все-таки двигаться вперед я думаю я немножко это объяснил но объясню еще раз чуть-чуть вот это у нас мертвая зона левинтик она характеризуется только типом судна и его парусного снаряжения конечно совсем против ветра ходить еще не научились но есть современные яхты у которых угол вот этот вот левинтик вот такой совсем маленький по 3 градуса допустим и она все-таки имеет поступательную скорость вперед но косой парус позволяет вот эту границу иметь 20 градусами то есть мы можем идти к ветру под углом 20 градусов не больше ну конечно при очень большой потери скорости то есть что у нас такое левинтик это положение судна когда ветер дует практически точно спереди ну вот угол для всех судов разный парусное судно против ветра идти не может только под углом больше чем это положение левинтик то есть по бейдвингу мы можем идти чуть-чуть 20-22 градуса будет мы уже сможем чуть-чуть идти вперед с небольшой скоростью есть яхты я уже говорил у которых вот это положение очень этот левинтик очень маленький но суда с прямым парусом парусами как я сказал косой парус придумали примерно в 16 веке на каравеллах или чуть раньше если взять официальную хронологию то для прямого паруса этот левинтик он еще больше градусов наверное 45 в обе стороны то есть косой парус сделал революцию позволил этот угол иметь 20 градусный ну к чему это все я объясняю то есть еще раз всем все поймите что против ветра парусное судно ходить не может когда ветер встречный вот в этой мертвой зоне левинтик так чтобы пойти под левинтиком под точку которая находится у нас в левинтике то есть вот наше судно а нам надо попасть в эту точку которая находится под ветром то есть ветер практически спереди для этого парусное судно лавирует если необходимо попасть в эту точку оно идет брейвендами то есть галсами доходит до какой-то точки здесь меняет галс здесь опять меняет галс и так продвигается брейвендами здесь нужен штурман чтобы это все рассчитывать для того чтобы мы понимаем что кто-то может пойти брейвендами равными по 20 градусов допустим меняя эти точки а кто-то допустим пойдет большими чтобы была больше скорости то есть чем больше вот этот угол тем больше скорость если допустим тут два узла при 20 градусах то при 45 может быть 5 узлов скорость вот это тоже все здесь показано и как перебрасываются паруса мы знаем что парус двигает давление ветра давление ветра двигает в этот парус парус специально разворачивается так как здесь нарисовано и если разложить вектор поступательного движения то есть судно имеет скорость небольшую вперед давление возникает и парус передает через мачту небольшое поступательное движение и так давайте рассмотрим эту ситуацию то есть вы поняли что против ветра судно ходит только галсами в этих точках поворотных галсы перебрасываем возьмем карту допустим вот река вот море вот наши корабли или наш корабль ветер который дует у нас имеет такое направление на корабль встречный мы рассчитываем галс то есть у нас допустим у этого корабля он обычная каравелла с углом 20 градусов и наш штурман выбирает галсы по 20 градусов идет сюда здесь мы разворачиваемся проходя этот левентик здесь идем так здесь идем так а надо допустим в это устье попасть и вот так мы заходим в это устье реки еще есть такая вещь как поворот вот эти точки поворотные допустим есть поворот аверштаг и поворот через форвинт что такое аверштаг при этом маневре нос парусного судна пересекает линию ветра ну как и здесь везде линия ветра пересекается судно доводится до этого левентика до состояния когда оно вперед не двигается ну только по инерции затем увеличивается на другой галс переваливается на нужный курс другого галса и все это легче конечно выполнять с косым парусным вооружением а вот форвин когда это корма пересекает ну нам сейчас это сильно не надо для парусного для чего я это все рассказывал что для парусного судоходства очень большое значение имеет ветер и направление этого ветра вернемся к картам как по морю мы шли к этой точке мы понимаем а теперь представьте наше судно вошедшее сюда в устье при ветре фактически встречном что мы будем делать да ничего мы встанем мы не сможем делать галсы и двигаться против этого ветра потому что у нас в реке достаточно узкий фарватер и так вот делать невозможно это мы будем через каждые 3-4 корпуса судна менять галс нет мы даже разогнаться не успеем то есть хождение против ветра по реке невозможно даже если ветер не в мертвое ну понятно что в мертвой зоне вообще невозможно а вот вот этими вот бейдвиндами совершенно невозможно рассмотрим допустим как корабли парусные заходили в узкости вот у нас узкость Керченского пролива и нам надо с вами на парусном судне попасть в этот пройти пролив вот мы встали а ветер нам встречный нас лишили возможности маневра то есть мы не можем делать галсы опять как фактически как в реке потому что здесь фарватеры везде по фарватеру в этой узкости ходить невозможно я не буду говорить как это все рассчитывается но что ждет наше судно в таком состоянии то есть мы в таком состоянии находясь на входе в залив пролив вернее ждем ветра вот такого вот такого направления то есть мы фактически ждем ветра который нам поможет ветра в корму который нам поможет проскочить этот пролив и вот так вот при входе в узкости в проливы можно ждать по месяцу пока ветер этот не поменяется со встречного на попутный представьте какая-то потеря времени по входу в порты парусным судам вот у нас допустим порт но здесь все проще здесь нет пролива на море действует такое понятие как бриз и посад бриз это ветер суши на море а посад с моря на суше и мы ждем просто этот ветер бриз и посад они меняются день ночь если у нас более холодная допустим земля чем море море более инертное и сохраняет тепло а когда солнце садится над морем становится область более теплого воздуха так как море теплее а земля холоднее и воздух идет суши с холодного с холодной области в теплую море в более разреженную а днем наоборот суша нагревается больше и идет ветер в обратном направлении и конечно корабли всегда ждали утра чтобы ветер поменялся и он спокойно зашел в порт или в гавань но это работает только в прибрежных районах то есть реально парусник зайти в бухту и выйти оттуда мог но все это выход и вход зависели от времени суток можно было так жить ходить так море но тяжело конечно было но узкость пройти можно было допустим ждать очень большой период времени и это все что касается морской навигации попробуйте сделать это все в реке ну то есть это все фактически невозможно потому вот из всего что мы здесь увидели кораблей речных парусных судов фактически толком не описано из всех речных парусных судов которые я знаю это шестивесенный ял на котором я греб веслами по неве и еще хороший пример это запорожская чайка но что такое запорожская чайка это всем понятно это очень легкое судно то есть возить на нем какие-то грузы кроме своего ружья и шинели запорожцам было больше нечего может быть там награбленных несколько золотых слитков и чуть-чуть запаса воды так что вот что у нас происходит в реке теперь еще про реку эффективность руля поворота на кораблях на судах возможно при определенной скорости то есть при давлении ветра воды на этот руль примерно это 2-3 узла и это примерно как раз таки скорость течения всех рек что получается давайте рассмотрим речные суда вот картина 19 века фотографии речных судов и как мы видим с вами практически все суда здесь уже паровые толком парусных судов фактически нет даже даже там где нарисованы баржи которые якобы тягали бурлаки везде видны буксиры с паровыми двигателями ну вот допустим баржи а вот бурлаки конечно это фотография но скорее всего эти бурлаки просто каботажники они тягали в районе бухты это просто швартовая команда в районе гавани и допустим по всей волге никто не тащил попробуйте бурлакам вот по этому побережью в дождь тащить вот эту баржу со скоростью практически равной скорости течения в волге скорость течения как раз 2-3 узла что составляет практически 5-8 километров в час 5-9 километров в час сколько может идти человек с какой скоростью скорость пешехода 5 километров в час то есть как бурлаки будут тянуть против течения вот эту баржу а как эта баржа будет вот нарисуем допустим реку вот ее течение вот баржа которую тянут бурлаки за веревку пусть скорость бурлаков немножко выше чем скорость течения но здесь понятно что бурлаки идут по инерциальной системе берег и у них скорость конечно же выше то есть они тянут баржу относительно берега то есть их 5 километров в час с которой они идут плюс скорость течения к ним прибавляется пусть скорость течения 3 километра в час то есть получается 8 километров в час порядка 2-3 узлов конечно руль может быть и начинает работать но очень слабо а действующая сюда сила она все время стремится баржу прижать к берегу а там мели и представьте бурлаки устали и остановились в этот момент баржу начинает прибивать к берегу в это состояние а если там мель она туда сядет кто ее будет снимать то есть это какой-то странный титанический труд если даже бурлаки умудрились протащить эту баржу часы на руле при малой его эффективности при скорости 2-3 узла потока набегающей на него воды она смогла отойти на фарватер допустим вот он фарватер реки то при остановке этих бурлаков ее силой скинет опять к берегу ну реально бурлаки это не бурлаки это швартовая команда которая действовала в районах только куда сюда приходили разгружаться то есть в районе гавани речных или просто речных берегов то есть это портовая служба но не те кто тащили бы против течения эту баржу от Астрахани до Москвы и все это из-за низкой эффективности руля то есть это фактически невозможно ее можно кантовать вот здесь переставлять канатами но тащить ее по реке нереально есть такие морские речные суда вот теперь что такое спускание судна по течению спуск по течению из всех спусков по течению я знаю две вещи это вот такое вот судно которое называется беляна это просто дрова сложенные в виде судна но как мы видим у беляны которая спускается вниз по течению руль такой же как у багор у тех кто сплавляет лес почему потому что вот у нас река вот ее течение течение допустим два узла вот у нас сплавляющиеся беляна да беляна имеет скорость два узла по течению реки относительно берега то есть она перемещается со скоростью реки относительно берега но руль ее вообще неэффективен потому что реальная скорость относительно воды 0 и чтобы повернуть в этом месте поворота и не залететь на отмель какую-нибудь этой беляне надо как-то повернуть а поворачивает она таким же багром только большим то есть цепляясь за инерциальную систему земля за дно и так поворачивает беляна на поворотах и маневрируют на фарватере только касаясь дна и разворачиваясь также как те кто сплавляет лес они рулят баграми я думаю все поняли что спускаться по реке просто на неуправляемом судне без вектора движения тягловой силы невозможно конечно возможно спускаться по реке под парусом подниматься реально по реке под парусом нереально галсами или ждать очень долго но мы сейчас это попытаемся объяснить если у нас 200 дней в году дуют ветры средне метеорологические в районе трех метров в секунду это 10 километров в час причем с разными направлениями эти ветры дуют то фактически подниматься вверх по течению в течение 200 дней получается достаточно нереально и из этих 200 дней по случайности река она никак аэродром который строит по при обладающим ветром ветрам с определенными курсами полос где средне метеорологические преобладающие ветры река она меняет направление то так она то так фактически чуть ли не на 360 градусов и подниматься по такой реке большому судну парусному фактически невозможно она может не успеть до окончания навигации ну я думаю все поняли почему это нереально пусть остальные от 200 от 360 дней минус 200 это 160 дней пусть в эти дни ветер больше 10 километров в час но направление его непонятно где оно в какую сторону он дует и какое время то есть что получается вот мы вошли с вами в реку и нам надо продвигаться сюда здесь у нас курс изменяется а ветры меняются у них скорость небольшая и мы с вами продвигаемся до каждого поворота только а потом стоим ждем как на входе в узкость на море можем ждать неделю пока ветер поменяется нам на попутный вот мы стоим здесь наш корабль а ветер нам все время дует отсюда 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 и так проходит 10 дней 15 потом он на 16 день дуют сюда мы проскакиваем а нам надо уже в другое направление и мы опять ждем то есть мы можем ходить только как в узкости на попутных ветрах по реке а все остальное время ждать пока он не станет попутным а потом начнется зима и реку скует льдом почему невозможно сплавление судна не имеющего вектора тяги по реке вам тоже объяснил по неэффективности руля но она возможно только виде вот этих вот белян которые совершенно по-другому управляются и больше от кстати речных судов фактически во времена до девятнадцатого века неизвестно известны только запорожские чайки которые в принципе могли вообще переноситься теми кто на них греб и по суше это маленькие совершенно суда которые не приспособлены ни для чего здесь небольшая пауза сейчас я еще добью чайка а 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 итак посмотрите вот она запорожская чайка это парусно-гребное речное судно с очень небольшим водоизмещением здесь на на порядка двух тонн водоизмещения что на ней можно перевести но разумеется никакого товара только скарб те кто гребет она действительно имеет какую-то скорость если скорость течения 5 допустим километров в час то уже запорожская чайка допустим гребя против течения 10 километров в час будет иметь поступательную скорость относительно берега как у пеших как у пешехода может быть когда ветер попутный когда никогда поднимается парус и чуть-чуть помогает грибцам но сколько могут эти грибцы погрести час-два кто-то где там 8 часов гребцы гребут ну такого не бывает 8 часов грести фактически невозможно без передыху потому гребцы как понятно гребут минут 40 потом им надо куда-то причалить перевести дыхание или просто сделать 10-минутный перерыв а все это время течение будут сносить назад но можно причалить берегу а если начнется шторм судна без палубы без как вы назвать водонепроницаемого перекрытия фактически должно будет маневрировать таким образом чтобы волна сбоку не перелила через борт и потому в шторм что на море что на реке эту чайку надо вытаскивать на берег в принципе она для этого и сделана эта чайка спокойно ее можно вытаскивать на берег и всех парус на грибных судов на реках я видел только шестивесельный ял вот он на нем поднимается мачта с парусом трапециевидным на нем можно ходить под парусом при благоприятных ветрах можно грести и если река широкая типа волги можно на нем ходить галсами но в кубани практически нет и в дону особо нет против ветра смысле только ждя этот ветер ну для того она и сделана гребешь гребешь хороший ветер попался поднял мачту парус и тебе помогает передвигаться но что-то на нем можешь перевести вот в водоизмещение 6 7 наваяла это одна тонна если вдруг какой-то шторм его разумеется вытаскивают на берег и хранится то он всегда на берегу оставлять его в воде смысла никакого нет да вот учебное морское судно шестивесельный ял используется для военно-морских училищ используется для морских школ для обучения моряков мало молодых иногда спасательные шлюпки имеют практически такую же форму так что вот речные суда и нигде мы среди них толком не видим парусных судов все это кроме белуг беля на тех белуг которые являются фактически способом сплавления леса когда его складывают в такую вот форму рулящие опираясь на дно как я уже говорил больше мы не видим толком парусных судов на реках только вот сплавляющиеся эти беляны вот здесь много фотографий везде все моторное а и смысл нашего исследования такой что парусный корабль не может идти фактически по реке или не может там нормально использоваться вот опять баржи на волге а буксиры и буксируют с трубами парусных судов мы нигде не видим вот есть какой-то парусник на этой картине американской вот пароход но парусник зашел скорее всего сюда из из с моря в эту реку и вот здесь фактически или проходит куда-то под ветром на швартовку в порт потом будет дожидаться времени суток чтобы ветер ветер был ему на выход и тогда он поднимет паруса и ветер его вынесет а сейчас пока его вот ветер вносит в узкость но дальше по реке он разумеется не пойдет в общем все это пароходы и все сказки вот про такие вот баржи которые ходили по рекам с такими вот избушками это просто сказки как я уже сказал на такой барже реально можно спускаться по течению как на беляне с багром опираясь на дно для поворота но реально вверх по течению на них ходить даже с бурлаками невозможно теперь немного про галеры вот такая такое морское судно как галера но оно и речное может быть может на веснах немножко прогрести по реке и так же как мы с вами говорили в течение там нескольких месяцев на веслах подниматься несколько сотен километров скорость весельного судна очень небольшая это порядка пяти узлов десяти километров в час при средней скорости течения реки то есть это галера имеет скорость пешехода при таком количестве грибцов разумеется при очень небольшом весе массе перевозимых грузов вот это вот галера легче все перевозить на лошадях чем на ней тому транспортные артерии на веслах тоже фактически нереально здесь грибут 100 человек по часу и на ней еще и не пристанешь никуда к берегу чтобы они передохнули можно менять команду грибцов каждый час но реально тогда масса перевозимого груза будет еще меньше вот на такой маленьком судне надо будет иметь 200 человек сменных грибцов паруса у нее конечно относительно эффективны но тут тоже вопрос паруса косы и какая-то скорость у нее есть думаю где-то семь-восем узлов она под парусом ходить могла но представьте шторм то есть вот эта галера это чисто капотажное судно что происходит шторм когда поднимается волна корабль должен разворачиваться носом практически на волну если он развернется бортом тем более галера с негерметичной палубой вода перельет борт и она начнет тонуть а что такое шторм бальность шторма это один балл шторма это полметра высоты волн то есть шторм в 4 балла высота волн 2 метра спокойно может перелить перелить через борт если борт подставить большинство кораблей и сейчас в шторм гибнут из-за того что у них останавливаются двигатели по каким-то причинам и корабль начинает разворачивать бортом по волне и его переворачивает и ломает так что опытный капитан да любой капитан удерживает седа судно носом к волне вот попробуйте в шторм в 4 балла удержать эту галеру носом в волне с этими же грибцами ничего они не сделают а эти паруса в такой что он придется опустить то есть грибцы не справиться с этой задачей паруса не опустишь если не спустишь их сорвет или перевернет этими же парусами с под эффектом этих же парусов давлением но в любой шторм парусное снаряжение фактически опускается остаются несколько там не буду объяснять каких парусов чтобы помогать рулевому рулить и это на судах уже типа галеона где герметичный корпус вот это все корабли с не герметичным корпусом как лодочки с переливным так что основной вывод что эксплуатация парусных судов на реках практически невозможно она возможна но в корне не эффективно и так обычный пароход такой кораблик может подниматься по волге от от астрахани там до нижнего новгорода всю навигацию до того как река допустим замерзнет и не могли реки быть такими транспортными артериями которые которыми описываются историком историками а на всех фактически малых судах типа как запорожские чайки выгоднее было грузы перевозить на лошадях менее затратно и так я как можно проще для обычных людей не моряков попытался объяснить парусную навигацию или парусное судоходство практически не используя морских терминов также хочу сказать что парусная навигация даже курсантам военно-морского училища с конкурсом 17 человек на место при поступлении давалось очень тяжело может быть из-за ее отсутствия практического применения может быть из-за своей сложности но даже я ее еле понял а потом вообще отложил самый дальний угол своего мозга хотя и тогда я совершенно не мог понять как штурман вел прокладку находясь на судне идущим галсами не пользуясь при этом привычным лагом лаг это прибор на каждом судне и корабле который измеряет скорость в узлах и пройденное расстояние пройденный путь отчет лага такое понятие есть а тогда такого лага не было и скорость судна измеряли канатиком с узелками и на каждом галсе или при каждом изменении ветра эта скорость фактически изменялась и можно было вести корабль и учитывать его путь только фактически на глазок и может быть раз в несколько часов проводить обсервации по солнцу или по звездам в зависимости от того времени суток которое было но опять же хочу сказать представьте вот эти вот аверштажные развороты каждое изменение галса парусная команда в количестве нескольких сочин человек взлетала вверх по мачтам разворачивала паруса судно меняло галс и так шли еще несколько десятков минут и потом опять разворот и так днем и ночью круглосуточно парусная команда то взлетала то спускалась с мачт по свистку боцмана может быть конечно же поэтому на таких маленьких корабликах водоизмещением по тысячу тонн экипажи были в районе 500 человек может быть и так но никто таких кораблей реально не видел это конечно вопрос других исследований такие корабли у нас есть в виде их моделей находящийся военно-морском музее там выставлены все модели кораблей русского флота причем модели сделаны якобы с самими кораблями вместе но этот вопрос достаточно сложный фотографий реально парусных судов достаточно мало я видел парусные суда типа барка седова крузенштерна но то в принципе корабли у которых внутри есть двигатель внутреннего сгорания и парусное вооружение на них очень продвинутая так же как на современных яхтах на которых фактически стоят крылья вместо парусов но в тяжелых случаях эти яхты всегда используют в принципе двигатели внутреннего сгорания который у каждой из них есть пока опустим вопрос существовали ли парусные суда вообще потому что я уже зашел практически аж в эти дебри предположим что морские парусные суда реально существовали но как вы сами поняли парусных речных судов в природе быть практически не могло и если бы не было паровых двигателей и двигателей внутреннего сгорания действительно никаких бы барж по рекам бы не ходила потому что баржи толкает буксир а не бурлаки и почему не бурлаки вы тоже поняли это вдоль каждой реки надо построить сеть дорог по которым будут идти бурлаки но не дай бог они остановятся баржу придется сталкивать смели потому что течение ее сразу же вынесет а река всегда имеет такую особенность сталкивать все что в ней находится на мель те большие склады дров которые действительно спускались вниз по течению я вам показывал они фактически равны просто сплавляемым дровам по другим рекам или по этим же где люди с баграми касаясь дна изменяют направление движения вот этих вот плавающих дровяных плотов и так же делалось с этой большой дровяной белугой я так ее саркастически назову но в ней имелся достаточно массивный так называемый багор который двигался в нужное время втыкался в дно а потом она изменялась направление своего пути то есть большой багор и видимо еще другие люди с баграми отталкивались от противоположного берега чтобы она не дай бог не попала на мель потому что снять с мели речной очень тяжело как вытащить трактором джип из грязи как в поговорке чем лучше джип тем дальше идти за трактором но вот из-за этой сложности понимания парусной навигации даже большая часть моряков не может себе представить реально что ходить под парусом на большом корабле по реке практически невозможно и этот переход будет иметь случайный характер в зависимости от ветра и подниматься по реке ты будешь месяцами кто-то скажет что в древнее время допотопное так и было все месяцами ходили месяцами передвигались на лошадях так на лошадях тогда бы было и выгоднее все это таскать посмотрите на эти запорожские чайки это фактически переносимая лодка ее перетаскивали с одного места в другое по суше те же кто греб веслами а потом действительно ночевали под ней ночами вытаскивая ее на берег и так же они делали когда случался шторм так что перевозить было реально выгоднее лошадьми и караванами чем по этим речным так называемым артериям описанным современными официальными историками которые действительно как говорит Алексей Кунгуров к навигации и к мореплаванию не имеют никакого отношения поэтому рисуют нам такие фантастические картины и речная парусная навигация одна из этих фантастических картин а вот как раз древние остатки причальных стенок на реках остатки речных портов говорят нам о том что мы просто не представляем технологический уровень допотопной цивилизации как мы теперь понимаем логически если невозможно было ходить под парусом по рекам а причальные стенки массивные и каменные значит речная навигация все-таки существовала только без паруса а практически на тех же принципах что она существует и сейчас а теперь я приведу еще один пример для понимания людей кто меня смотрит представьте так называемые древнеримские древнегреческие парусные суда там триеры, бериемы в которых сидит куча под сотню грибцов и сидят они по несколько рядов в этом судне один прямой парус на короткой мачте для чего он там нарисован фантастическими художниками непонятно вообще то есть на таком грибном судне он вообще не нужен и даже если предположить что 10% всего времени плавания такого судна ветер будет дуть с кормы и прямой парус будет действительно помогать грибцам может быть в этом и есть какой-то резон но фактически это нереально и лучше бы было такое не делать менее затратно но все-таки нам нарисовали такую картину вот такого вот непонятного судна парусно-грибного у которого парус не до парус а вот почему грибцы не до грибцы я сейчас вам попытаюсь образно рассказать представьте вы выходите в солнечный день из какого-нибудь средиземноморского североафриканского порта и идете в Италию погода хорошая вы начали грести периодически вам помогает парус бригада из качков около 100 человек работающих на рельеф долго и нудно машут 8 часов меслами по этому морю при этом вы имеете скорость от 3 до 5 узлов на этом морском судне и вдруг начинает меняться погода к шторму а вы посредине моря метеорологии тогда никакой не было это в том мире который нам рисуют историки вы пошли на обум и вдруг начинается шторм потихоньку а у вас скорость 3 узла вам не вернуться никуда не доплыть море открытое начинается шторм 1 балл 2 балла что нужно делать капитану чтобы не перевернулся корабль многие корабли и сейчас гибнут но при отказе силовой установки их разворачивает против волны вернее по волне бортом и она его просто перекидывает а тут у вас грибцы которые начинают веслами пытаться развернуть корабль или дать ему скорость чтобы вы смогли развернуть его рулем при этом парус вы уже спустили чтобы вас еще хуже не разметало шторм 4 балла 1 балл шторма это 0,5 метра высота волн а 4 балла это 2 метровые волны и вот какое-то время выбивающиеся из сил ваши 100 грибцов под бой барабана начинают пытаться удерживать ваше судно против волны но они не удерживают 2-3 часа такого греба и бедные грибцы уже готовы отправиться сами на дно обессиленные начинают сдавать позиции ваше судно разворачивает бортом к волне а высота вашего борта 2 метра или 3 вас качает а тут волна шторм 4 балла что он делает он заливается вам через борт а ваша беремия или триера она не имеет герметичного корпуса историки так ее нарисовали и что случается вы просто тонете так какой камикадзе пойдет на таких вот кораблях даже через средиземное море не говоря уже через злотический океан то же самое нам рисуют в колумбовской каравелла это судно каравелла которое вроде как имеет косой парус ну наряду с прямым косой для своего для маневрирования прямой когда ты вышел на ветер развернул все паруса и ты бежишь твой кораблик все хорошо но у каравелл нет герметичного корпуса герметичные корпуса по официальной истории появились только в 1512 году на кораблях типа галеон разработкой которых очень гордится Англия почему-то хотя вроде как мы знаем испанские галеоны но это был новый класс судно с герметичными корпусами когда он мог погружаться в волну и внутрь она не попадала а вот каравелла не такое судно это просто та же галера только без весел я думаю я нарисовал понятную картину а вот теперь представьте всех викингов древних римлян и греков попадающих в шторм без предупреждения метеорологов выходящих в море и не знающих действительно когда разыграется шторм а при такой скорости уйти от него они фактически не могут и при таком оснащении корабля шторм в 4 балла для них смертелен а то может быть даже и в 3 и еще раз подумайте пойдете ли вы на таком судне через Средиземное море не говоря уже о пересечении Атлантического океана но я думаю многие из вас начали думать тролли как говорит Алексей Хунгуров думают всегда о своем и ждут за что излить на нас исследователей свою скопившуюся сзади негативную энергию но это их проблемы а пока до свидания подписывайтесь на наш канал ставьте лайки пишите комментарии до следующих встреч в новом нашем разделе который исследует всю нереальность определенных исторических событий процессов и так далее до свидания субтитры